В этом выпуске Первый телевизор для добычи биткоина от китайского производителя майнеров Биткоин не увидит новых максимумов в этом году Майк Новоградз решил поторговать акциями своего криптобанка и потерял пятую часть цены Уязвимость в коде блокчейна Монеро позволяла воровать средства у криптобирж OKX проводит Global Meetup Tour, ближайшая остановка Вьетнам Первый телевизор для добычи биткоина от китайского производителя майнеров Уникальный проект заявил Канаан Креатив, второй производитель специального майнинга оборудования в Поднебесной Так компания надеется сделать криптовалюты более массовым продуктом О принципах работы телевизора майнера рассказал CryptoNews Майнинг оборудования для телевизора под названием Avalon Miner Insights Набдят искусственным интеллектом и голосовым контролем Прибыльность майнинга будет рассчитываться онлайн, а заработанные биткоины можно будет потратить там же На платформе Канаан с контентом и товарами Самое мощное устройство будет рассчитывать 11 триллионов хешей в секунду Avalon Miner Insights позволит встроить технологию нарастающего тренда в дома людей, не из сообщества Возможно, так получится наработать базу потребителей для новой эры цифровой экономики, пишут разработчики устройства Биткоин не увидит новых максимумов в этом году Так сообщает сторонник биткоина, экономист, трейдер и главный редактор Адамант Ресерч Тур Дейместер Он считает, что рынку требуется более длительный период, чтобы восстановиться после трехлетнего роста Об этом аналитик написал в медиум-блоге Дейместер предполагает, этот год станет периодом трудностей первого по-настоящему серьезного, принятого на уровне государств и системных инвесторов, становления биткоина Сообщество уже пережило выход из рынка неуверенных вкладчиков, очередную волну разочарованных в идее криптовалют, раскол сети биткоина, явные манипуляции курсом и продолжающиеся попытки регуляторов понять и прописать буквы закона неведомую индустрию Далее Тур подмечает растущую, несмотря на упадок рынка, конкуренцию майнеров биткоина Доходы криптодобытчиков упали на 90% с начала года и в то время как майнеры продолжают продавать, ни розничные инвесторы, ни крупные фонды не дают должного спроса, который позволил бы активу вновь подняться в цене Напомним, также в начале недели криптодилер сообщал, что только 2% американцев держат биткоин, остальные опасаются рисков и предпочитают наблюдать со стороны Среди обывателей криптовалютный интерес также поутих, число запросов в Google ниже, чем на том же отрезке в прошлом году Также розничные продавцы онлайн сообщают, прибыль от покупок с помощью биткоина упала вдвое по сравнению с осенью прошлого года Люди либо удерживают актив, либо попросту не интересуются им Тем не менее, Диэместер не теряет оптимизма Он считает, что актив начнет уверенный рост не раньше 2019 года, но в этом году в лучшем случае продолжит колебаться, в худшем продолжит падение Майк Новоградс решил поторговать акциями своего криптобанка и потерял пятую часть цены Дебют Galaxy Digital на фондовой бирже Торонто не увенчался успехом Предприятие Майка Новоградса, миллиардера, инвестора и криптооптимиста потеряло 20% во время первой торговой сессии Точные цифры потерь озвучила CNBC Торговля активом открылась в среду 1 августа по цене 2 доллара 11 центов Через полчаса курс акции Galaxy Digital упал на 20% до отметки в 1 доллар 52 цента В то время как на январском IPO первичном размещении акций Новоградс продавал их по 3 доллара 8 центов Канадские регуляторы тщательно проверяли предприятие Новоградса и перенесли дату дебюта с апреля на август Так, с момента выпуска акций до момента их включения в листинг биржи, крипторынок испытал затяжной спад Напомним, в прошлую пятницу криптодилер сообщал, что канадские регуляторы проверили Galaxy Digital и площадка зафиксировала убытки на 134 миллиона за первый квартал года Уязвимость в коде блокчейна Monero позволяла воровать средства у криптобирж Злоумышленники могли создать ложные транзакции и затем предъявить их поддержке криптобиржи Так получилось бы заставить вручную перевести нужную сумму на счет хакеров Подобный сценарий описали специалисты по изучению уязвимостей HackerOne, передает TheNextWeb Чтобы подделать транзакцию, нужно скопировать строчку кода из кошелька Monero Он использует открытый код и его можно просмотреть в любой момент Так хакер мог бы внести накопление в сумму, показываемую кошельком во время выполнения транзакции между счетами Используя этот баг, злоумышленники сильно завышали суммы переведенных средств Хакеры просто запрашивали вывод средств в гораздо большем размере, чем их реальный депозит Сотрудники биржи видели приумноженную сумму XMR в кошельке и это упрощало проведение сомнительных транзакций Отметили HackerOne Разработчики сети утверждают, что уже устранили уязвимость ОКХ проводит Global Meetup Tour, ближайшая остановка Вьетнам Шестой ивент в мировом турне ОКХ, криптобиржи, входящей в топ-3 мировых площадок, состоится в Хо Ши Мин, Вьетнам 9 августа Площадка проводит тур по столицам мира, приобщающий молодых людей к индустрии блокчейн и развивая местные стартапы Так, биржа намерена провести экспансию на мировые рынки Для этого она добавила пока что в режиме бета поддержку многих языков, в том числе русского Также держатели OKB, собственных токенов площадки, с июня этого года голосуют за листинг новых активов Наконец, в конце июля ОКХ запустил программу открытого партнерства Криптокоммерсанты могут открыть собственную локальную торговую площадку под своим брендом и правилами и встроить ее в общую экосистему ОКХ Напомним, следующий после Вьетнама метап ОКХ состоится в Киеве 31 августа Ссылка на предварительную регистрацию навстречу в описании выпуска Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok